Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа из первых уст. Наша североказахстанская область – это хлебный край и одна из ведущих отраслей – аграрная. Поэтому одна из главных задач этой отрасли – кадры, которые решают все. Это специалисты различных квалификаций, от земледельцев, землепашцев до руководителей. И одна из важных специальностей еще этой отрасли – это агроном. Агрономическое дело для растениеводства – основное. Ведь от того, каким вырастет урожай, зависит много. А это дело агрономов. И сегодня я с удовольствием представляю гостю нашей студии Инна Михайловна Джималединова, кандидат сельскохозяйственных наук. Здравствуйте, Инна Михайловна. Я знаю, конечно, что сейчас вы выполняете буквально недавно, около месяца, у вас новая должность. Это главный академкомплиенс офицер Козыбаев университет. Но до этого очень много лет вы работали на кафедре агротехнической. Там получается очень большой промежуток времени и постоянно менялись. То есть вначале это была кафедра сельского хозяйства в составе, естественно, географического факультета. Затем в 2018 году был организован агротехнологический факультет, на котором я работала заместителем декана. Ну и, конечно, долгое время я работала и продолжаю работать. Вначале я работала преподавателем, потом старшим преподавателем, доцентом кафедры агрономии и лесоводства. То есть я преподавала и преподаю у студентов специальности агрономия. Вот я не зря сказала, что агрономы нужны на селе, земледельцы нужны на селе. Это тема нашей сегодняшней программы. Но действительно, все начинается с того, вернее, весь сельскохозяйственный год начинается, допустим, если зимой, то это идет подготовка. То есть у земледельцев в принципе нет отдыха. Вот если была посевная, потом уборочная компания, а зимой мы отдыхаем, неправда это все. Вот какие агроприемы и как в течение этого года работают земледельцы? Ну, конечно, самый, наверное, насыщенный период, это все-таки период, как так называемый вегетационный период, когда именно произрастают культуры сельскохозяйственные от начала посева до уборки. Но и в тот период, когда растения не растут, у агрономов очень много работы. Это и всевозможная подготовка технологических карт для производства в будущем году. И снегозадержание. То есть агрономы, конечно, они более свободны в этот период времени, но тем не менее без работы никогда не остаются. Конечно, основная их работа – это вовремя посеять, потому что это очень важно. Оптимальные сроки посева должны соблюдаться для любой культуры, потому что это очень важно для того, чтобы в конечном результате получился хороший урожай. Поэтому существуют сроки, в оптимальные сроки, которые должны осуществиться посев культуры. Затем после посева – это всевозможные мероприятия по уходу за растениями. Это и междурядные обработки, и защита растений от вредителей и болезней, защита растений от сорной растительности, внесение удобрений, некорневые и корневые подкормки. То есть весь вегетационный период агрономы в поле, агрономы смотрят за процессом произрастания растений, набирания их вегетативной массы. И, конечно, самая главная, наверное, и конечная цель любого сельскохозяйственного производства – это получение стабильных и качественных урожаев. Так вот, в конечном итоге стабильный и качественный урожай будет только тогда, когда все вот эти вот кубики будут сложены воедино, и эти кубики будут правильными. Ну и зимой тоже, да, идёт определённая работа? Подготовка почвы, это снегозадержание, да? Да, конечно. Подготовка, ну, снегозадержание. В осенний период идёт основная обработка почвы после предшествующей культуры. Подготовка семенного материала. То есть я и говорю, что агрономы и в зимний период не остаются без работы. Почему же тогда, вот, на ваш взгляд, эта отрасль так нуждается сегодня в специалистах? Ведь, наверное, мало всё-таки, да, и программы государственные существуют с дипломом в село. Но вот как-то неохотно наша молодёжь именно едет работать на село, именно на земле. Вы проводите университет, и вы проводили определённую профориентационную работу в этом плане. Я знаю, что именно вот ездили как раз по районам, встречались именно с выпускниками, с родителями с целью профориентации. Встречались, разговаривали, как-то убеждали, да, в том, что надо оставаться, да, надо работать, не надо уезжать в город, не надо уходить в города. Да, да. Вот что, на ваш взгляд, этому способствует? Вы знаете, конечно, я так думаю, что современная молодёжь, ну, наверное, может быть, не до конца осознаёт, что агрономы сейчас уже не те агрономы, которые были даже, например, 10 лет назад. То есть у них такой сложился стереотип, да? Конечно, стереотип сложился, который мы стараемся тоже и за счёт вот этих вот встреч по профориентационной работе. Мы стараемся сломать эти стереотипы. Мы приезжаем к выпускникам сельских школ в том числе, мы рассказываем о том, как у нас проходит обучение, что у нас есть возможности, например, обучаться не только в нашем вузе, но, например, по академической мобильности съездить, обучаясь в нашем вузе, но съездить и посмотреть, и обучиться один семестр в ведущих вузах, например, Российской Федерации. То есть мы очень тесно сотрудничаем с Тюменским университетом, и у нас студенты, их студенты приезжают обучаться к нам, наши студенты едут обучаться туда на семестр. Мы очень плотно работаем с северо-западным китайским университетом и лесного и сельского хозяйства, и наши студенты обучались и там по академической мобильности. То есть они могут посмотреть процессы обучения разных университетов. И, конечно же, учитывая все эти новые тенденции, новые лаборатории, вот недавно в наш вуз была открыта лаборатория, которая была безвозмездно нам подарена именно коллегами из северо-западного университета Китая по биотехнологии. То есть это новейшее оборудование, на котором студенты могут работать. Ну и вернусь к тому, что агрономы уже сейчас не те, что были 10 лет назад. То есть этот агроном, он уже идет в ногу со временем. Это всевозможные новые техники, которые помогают при посеве. Это новая техника, которая дает возможность создать условия орошения для сельскохозяйственных культур. Те же дроны, которые сейчас выполняют функцию обработки полей и вообще занимаются слежением за всем сельскохозяйственным производством. То есть материально-техническая база, скажем, база этой профессии, да, она тоже как-то выросла и приумножилась. И наука идет вперед, и наука здесь не стоит на месте, и всегда какие-то новшества появляющиеся. Ведущие хозяйства нашей области стараются приобрести и внедрить это в свое производство. Сколько сейчас обучается студентов именно на специальности агротехнической? Вообще на нашем факультете порядка 600 студентов обучаются. Но получается, там у нас же несколько специальностей сельскохозяйственного направления, да. Что касается на специальности агрономия, порядка, думаю, 200 студентов на сегодняшний момент. Я знаю, что еще и агрономия, и лесоводство так называется, правильно, да? Есть у нас еще и специальность лесные ресурсы и лесоводство, да, это специальность тоже. Мы подготовку этих специалистов видим уже на протяжении большого количества лет. Вот, есть у нас и такие, да, специалисты после выпуска. Увеличивается ли поток желающих именно на этой специальности? Да, вы знаете, в этом году как-то удивительно большой спрос на эту специальность. В этом году на эту специальность в наш университет, на наш факультет поступило 40 человек с русским языком обучения и около 70 человек с казахским языком обучения. Студенты пришли к нам на эту специальность. Эта специальность готовит лесников в каких-то пониманиях, да? Да, специалистов лесного хозяйства. Да, специалистов лесного хозяйства. Ну, у нас достаточно большой лесной фонд и в нашей области в том числе, и поэтому, конечно, востребованность специалистов тоже есть большая. Потому что люди уходят на пенсию, то есть старые кадры уходят и, конечно же, сейчас нуждаются в новых кадрах. То есть необходимо готовить молодежь. Новая ваша должность буквально недавно, да, я уже говорила в начале программы, это главный академ комплиенс офицер. Что это за должность такая интересная в университете? Я знаю, что она уже давно, да, существует. Каковы основные ваши функции будут теперь? И как вы вообще видите свою работу в этой должности? Спасибо. Получается, что эта должность, ну, опять же, если сравнивать, да, эта должность существует не так много времени, порядка там двух-трех лет. И что предполагается? То есть человек, который занимает эту должность, обязательно должен отслеживать так называемые риски. Риски – это какие-то мероприятия, которые могут нанести ущерб и процессу обучения, и взаимоотношения, например, обучающийся и университет. Опять же, взаимоотношения со стейтхолдерами, так называемыми, сейчас это называется таким образом… Работодателем. Работодателем, да. То есть главное в должности в этой отследить заранее эти риски и всевозможными мероприятиями либо не допустить их возникновения, либо смягчить их. То есть такая немного контролирующая функция, да, я бы сказала? Да, контролирующая, да, и такая немножечко предугадывающая. Предугадывающая. То есть для того, чтобы исключить их. Ну, чтобы предугадать такое, нужен, конечно, необходим просто, я считаю, опыт определенной работы, да, в университете и со студентами, и с преподавателями, да, и взаимодействие, и взаимопонимание, и сотрудничество необходимо. Мне бы все-таки хотелось вернуться к специальности, да, но вы-то выбрали для себя когда-то, да, не так давно будем говорить, но специальность химик-биолог, да? Да. Что повлияло на ваш выбор, и как вы так плавно перешли именно на факультет агротехнический? Получается, в то время, когда я поступала, я очень любила химию, это, наверное, благодаря тому, что у меня был чудесный преподаватель химии в школе, и мы ее знали очень хорошо. Хотя предмет был достаточно сложный, и сейчас все тоже говорят, что... Мне кажется, надо назвать учителя и школу, я так думаю. Хорошо, я закончила среднюю школу номер 5 города Петропавловска, и преподавателем химии у меня была Путятина Раиса Ивановна. Поэтому это золотой человек, которая дала вот мне именно любовь, привила любовь к химии, вот. Но потом, когда мы поступили на эту специальность химия-биология, я отучилась, но не менее чудесные преподаватели, которые обучали меня и химии, и биологии. То есть получается такая хорошая специальность, понимаете, она такая двойственная, то есть здесь и химия, и биология, науки естественного направления, но такой обзор, получаешь, очень широкий. И поэтому, когда после окончания университета мне предложили остаться на кафедре общая биология в качестве преподавателя, то есть получается, я так от химии немного отошла и ушла в сторону биологии. То есть я преподавала ботанику, хотя это тоже сейчас, ну, теперь уже думая об этом, тогда просто не задумывались, да, но ботаника мне сейчас очень помогает. То есть перешли на более естественные вещи, да? Да, да, ботанику, физиологию растений я преподавала у студентов. То есть у меня были замечательные учителя тоже, которые читали лекции, а я как молодой преподаватель за ними вела лабораторные занятия. Некрасов Михаил Спиридонович, Кротова Светлана Александровна. То есть эти люди, которые помогли мне, наверное, осознать вообще и понять, что важно, и как это преподавать, и доносить до студентов именно самое главное. Вот это, наверное, тоже является главным, когда вы вот сказали, что ваш преподаватель химии в школе привил любовь к предмету. Это вот, знаете, сама фраза по себе дорогого стоит, и в дальнейшем, что они помогли вам, преподаватели университетские, осознать, вникнуть, это просто замечательно. Да, получается, что они были моими наставниками, знаете, когда вот человек выходит преподавать, меня не выпускали для введения занятия, пока я не расскажу им, как у меня построено занятие. То есть все это было очень четко и отлажено, поэтому школа была у меня очень такая хорошая, и этим людям я очень благодарна. Ну и потом, когда в 2003 году я осталась работать на кафедре общей биологии, ну, видимо, тогда уже и руководство университета, и, наверное, в какой-то степени и руководство области тоже понимало, что нам нужны специалисты сельскохозяйственного профиля, мы сельскохозяйственная область, вы же уже сказали об этом. И поэтому в 2003 году была организована кафедра сельского хозяйства. Ну и, естественно, предложили работать, они хотели бы вы поработать на этой кафедре, соответственно, преподавать дисциплины именно агрономического профиля. Ну, это очень близко с биологией. Я подумала и решила пойти преподавателем на эту кафедру. Почему бы нет, и почему бы и не попробовать. Все новое очень интересно, да? Да, и то есть я начала преподавать уже у агрономов. У нас тогда еще была интересная специальность фермерское дело. Сейчас она, кстати, уже закрыта достаточно давно, но тоже была такая интересная специальность, и студенты шли на нее и обучались, и у нас много выпускников, с которыми мы до сих пор держим связь. Которые закончили именно, да? Именно фермерское дело, да, фермерское дело тогда называлось специальность. Ну, она недолго посуществовала, да? Да, она закончилась в 2000... так, последний набор был 2003 год. Инна Михайловна, поговорим об обратной связи. Вот опять хочу вернуться к вопросу привить любовь, да, профессии, к специальности. А вот как обратная связь действует сегодня? Я хочу спросить про молодежь, про студентов. Трудно ли преподавать? Студенты вообще замечательные и такая, знаете, благодатная почва, потому что, мне кажется, вот это тоже как из раздела агрономии, что посеешь, что и пожнешь. Мне кажется, это очень многое зависит от тех, от того душевного состояния, от тех знаний, которые несет преподаватель. То есть, если преподаватель с душой, если он хочет отдать весь свой опыт и отдает это студенту, то студенты очень благодарны и благодатны, благодатной почвой являются, потому что студенты, они впитывают и знания, и потом применяют их на практике. То есть, со студентами, мне кажется... Это творческая работа, да, очень. Это творческая работа, да, это творческая работа, но она, по сути, по своей, такая, очень с большой отдачей. То есть, хочется идти на работу, хочется... Вот сейчас, конечно, сложновато, потому что мы сейчас же на дистанционном обучении находимся, ну, в связи вот со сложившейся ситуацией. Будем надеяться, что это, да, что это не надылка. Вот, но студенты сейчас, да, мы же все равно их наблюдаем в онлайн-режиме, когда читаем лекции. Но это все равно не совершенно не то. Это не то совершенно, и причем, как вам сказать, сейчас они даже говорят о том, что как мы хотим в университет, то есть как мы устали вот от этой дистанционной. Нам хочется... Как хочется живого общения. Да, живого общения, эмоций вот этим, да, обмена энергии. А обмена энергии не происходит? Обмен энергии колоссально всегда происходит. И со студентами, вы знаете, у нас очень... Вообще, вот студенты моей специальности, но это может быть, опять же, сугубо мое мнение, да, наших специальностей сельскохозяйственных, ребята очень толковые и очень такие душевные. То есть они всегда, если там увидишь где-то, встретишь их в городе, или они всегда приходят, очень часто заходят к нам просто сказать о своих достижениях. Мы стараемся тоже отслеживать. Да, у нас есть студенты, которые работают главными агрономами, там, достаточно больших хозяйств. То есть эти студенты уже берут на практику наших студентов. То есть такая взаимосвязь идет... Сепочка такая, да, вот даже прослеживается. Да, идет постоянно. Непрерывность, непрерывность у вас, да, в сотрудничестве. Непрерывность, да. Я вот думаю, что скоро мы уже можем дождаться даже, что детей приведут к нам уже наши выпускники. Ну, конечно, я тоже так думаю, потому что многие пойдут по стопам, да, это же нормально, как бы династии целые, трудовые. Вы ее помните, вот раньше были трудовые династии. Может быть, это возродится снова, будем надеяться. Я очень на это надеюсь, потому что я так думаю, что все равно вот любовь к земле, она должна быть в сердце, чтобы работать на земле и получать удовлетворение и конечным результатом, и удовлетворение своей работы. Это, конечно, должна быть любовь к земле, к тому, что ее нужно возделывать, что из нее не только брать нужно, но ей еще и нужно отдавать. Вот это, мне кажется, очень важно. И в том числе, если некому будет выращивать хлеб, да, то что мы будем... Да, это очень грустно. Да, это будет очень грустно. То есть здесь уже вопрос продовольственной безопасности очень актуально стоит. Поэтому я думаю, что все вот эти вот нюансы, о которых мы говорили, неположительные, да, они не будут долго продолжаться, что учебный процесс восстановится, что все будет хорошо, что к вам будут идти, если тенденция такая вот с каждым годом положительная прослеживается. Я думаю, все это неспроста. Я желаю вам удачи и на вашем новом поприще, и в преподавании вам, вашим коллегам и, конечно, студентам. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Спасибо вам огромное. Всего доброго в вашей программе «Процветание» и вам каких-то еще интересных встреч. Спасибо большое. Наших телезрителей благодарю за внимание. Увидимся в программе «Из первых уст». Спасибо.